Третья книга царств. Глава одиннадцатая. Царь Соломон любил своих многочисленных иноземных жен. Дочь фараона, мавитянок, аманитянок, эдомитянок, седонянок и хетток. Были они из тех народов, о которых Господь сказал израильтянам, не общайтесь с ними, и пусть они не общаются с вами, не то увлекут они вас к своим богам. Вот кого крепко полюбил Соломон. У него было семьсот знатных жен и триста наложниц, и они совратили его. Когда Соломон состарился, жены увлекли его к иным богам, и не был он до конца предан Господу Богу своему, как был предан отец его Давид. Соломон последовал за Астартой, богиней Сидонской, и за Мелькомом, мерзостью Омонской. И было то, что делал Соломон, злом в глазах Господа. Не следовал он за Господом во всей полноте, как отец его Давид. Соломон построил капище Кемошу, мерзости Муавской, на горе, что напротив и Иерусалима, и Малоху, мерзости Омонской. То же самое он сделал для всех своих иноземных жен, чтобы они воскуряли благовония и приносили жертвы своим богам. Прогневался Господь на Соломона за то, что тот отступился от Господа, Бога Израиля. Дважды Господь являлся ему и заповедал не поклоняться чужим богам. Но Соломон не исполнил заповеди Господней. И Господь сказал Соломону. За то, что ты так поступаешь и не соблюдаешь условий Союза, Завета Моего, заключенного с тобой и данных мною тебе повелений, «Я вырву царство у тебя и отдам твоему слуге. Я не сделаю этого при твоей жизни ради отца твоего Давида. Я вырву царства из рук твоего Сына, но не все царство отниму. Одно колено оставлю твоему Сыну ради слуги моего Давида и ради Иерусалима, который я избрал». Господь наслал на Соломона противника, эдомитянина Хадада из рода эдомских царей. Во время войны Давида с Эдомом военачальник Иоав, отправившись в Эдом похоронить павших, уничтожил всех мужчин в Эдоме. Шесть месяцев оставался там Иоав с израильским войском, пока не перебили они всех мужчин в Эдоме. Но Хадад вместе с эдомитянами, служившими его отцу, бежал в Египет. Он был тогда еще ребенком. Оставив Медьян, они отправились в Паран и, захватив с собой людей из Парана, пришли в Египет к фараону, царю египетскому. Тот дал ему жилье и пищу и даже выделил землю. Хадад снискал у фараона великую милость, и тот выдал за него сестру своей жены, царицы Тахпенес. Сестра Тахпенес родила ему сына по имени Генуват, кража, похищение, и Тахпенес воспитывала его во дворце фараона, так что Генуват жил во дворце с сыновьями фараона. Живя в Египте, Хадад услышал, что Давид отошел к праотцам и что военачальник Иоав тоже умер, и попросил у фараона разрешения вернуться в свою страну. — Зачем тебе возвращаться в свою страну? — спросил его фараон. — Разве здесь тебе чего-то не хватает? — Нет, — ответил тот, — но все же отпусти меня. И другого противника наслал бог на Соломона — Резона, сына Ильиды, который бежал от своего владыки Хадад-Эзера, царя Цавы. Собрав вокруг себя людей, он стал главарем шайки. Когда Давид разгромил их, они отправились в Дамаск и жили там, правя Дамаском. Он был врагом Израиля в дни правления Соломона. Он творил зло, как и Хадад, и ненавидел Израиль. Он правил Сирией. Поднял руку на царя Соломона и слуга его Иераваам, сын Невата из племени Ефрема. Он был из Цареды. Матерью его была вдова по имени Царуа. Вот как случилось, что Иераваам восстал против царя. Соломон возводил насыпь и заделывал проход в стене города Давида, отца своего. Иераваам был могучим человеком, и Соломон, увидев, что юноша справляется с порученной работой, поставил его над всеми подневольными работниками из потомков Иосифа. Как-то Иераваам вышел из Иерусалима и повстречал на пути пророка Ахию из Селома. На том был новый плащ. В поле никого, кроме них двоих, не было. Тогда Ахия взял свой новый плащ и разорвал его на двенадцать частей. Он сказал Иеравааму, «Возьми себе десять частей, потому что так говорит Господь, Бог Израиля. Я вырву царство из рук Соломона и дам тебе десять колен. Но одно колено останется за ним ради слуги моего Давида, ради Иерусалима, Города, который я избрал из всех колен Израилевых. Оставил меня Соломон и стал поклоняться Астарте, богине Сидонской, И Кемошу богу Моавскому, и Мелькому богу Амонскому. Не следовал он моим путям, не творил угодного мне, Не соблюдал заповедей и повелений моих так, как его отец Давид. Не отниму у него все царство. На всю жизнь я поставил его правителем ради слуги моего Давида, Которого я избрал, который соблюдал заповеди и повеления мои. Но у сына его я отниму царство, и десять колен отдам тебе. А сына его оставлю одно колено, чтобы светильник слуги моего Давида Всегда был предо мной в Иерусалиме, в городе, который я избрал, Чтобы наречь своим именем. Тебя же я поставлю царем над всем, чего пожелаешь. Ты будешь царем Израиля, и если ты будешь внимать всему, Что я заповедую тебе, будешь следовать моими путями И творить угодное мне, соблюдая мои заповеди и повеления, Как поступал слуга мой Давид, то я буду с тобой И позволю роду твоему прочно утвердиться подобно тому, Как я утвердил род Давида, и отдам тебе Израиль. А род Давида за это я унижу, но не навсегда. Соломон пытался убить Иераваама, но Иераваам бежал в Египет к царю египетскому Шишаку. Он оставался в Египте до смерти Соломона. Прочее о Соломоне, обо всех его деяниях и мудрости записано в свитке деяний Соломоновых. Сорок лет Соломон был царем в Иерусалиме, правил всем Израилем. И отошел Соломон к праотцам, и был похоронен в городе отца своего Давида, А царем после него стал сын его Раваам. Глава двенадцатая Раваам отправился в Шихем, потому что в Шихеме собрались все израильтяне, чтобы поставить его на царство. Услышал об этом и Раваам, сын Навата, и вернулся из Египта, Куда он бежал от царя Соломона и где нашел себе пристанище. За и Раваамом послали и призвали его. Он явился со всем собранием израильтян к Равааму. И они сказали «Тяжек был для нас гнет твоего отца. Облегчи назначенные твоим отцом тяжелые работы и тяжкий гнет, который он наложил на нас. Тогда мы станем тебе служить». Тот ответил им «Ступайте и приходите ко мне вновь через три дня». И народ разошелся. Царь Раваам обратился к старейшинам, которые были при отце его Соломоне, пока тот был жив, и спросил их «Какой ответ посоветуете дать этому народу?» Они сказали ему «Если ты теперь выкажешь себя слугой этого народа, подчинишься им, выполнив их желания, и будешь говорить с ними ласково, то они станут тебе рабами навсегда». Но отверг он совет, данный ему старейшинами, и обратился к сверстникам своим, что с юности росли вместе с ним и служили ему теперь. Он спросил их «А вы что посоветуете ответить этому народу, который обратился ко мне с просьбой облегчить гнет, наложенный на них моим отцом?» И сверстники, что росли вместе с ним, отвечали ему так «Ты спрашиваешь, что сказать народу, который обратился к тебе, дескать, тяжек для них был гнет твоего отца, не облегчишь ли ты его?» Вот что ответим. «У меня мизинец толще бедер моего отца. Тяжек для вас был гнет моего отца? А я сделаю его тяжелее. Отец мой наказывал вас плетьми, а я стану наказывать скорпионами». Три дня спустя и Раваам, и весь народ пришли к Равааму, как тот и велел им, сказав «Приходите ко мне на третий день». Но царь сурово отвечал народу, отвергнув совет, что дали ему старейшины. Он сказал им то, что посоветовали сверстники. «Тяжек для вас был гнет моего отца, а я сделаю его тяжелее. Отец мой наказывал вас плетьми, а я стану наказывать скорпионами». Не послушал царь своего народа, и было это от Господа, чтобы сбылось слово Господне, сказанное через Ахию из Силома и Равааму, сыну Невата. Все израильтяне увидели, что царь не стал их слушать, и народ сказал царю в ответ. «Что за доля для нас у Давида? Какая часть для нас от сына Иесея? Расходись по шатрам своим, Израиль! Позаботься о собственном доме, Давид!» И разошелся Израиль по домам. Раваам теперь царствовал только над теми израильтянами, что жили в городах Иудеи. Послал царь Раваам к прочим израильтянам Адарама, назначавшего тяжелые работы. Но весь Израиль забил его камнями до смерти, а царь Раваам едва успел взойти на колесницу и бежать в Иерусалим. Так остальные израильтяне восстали против рода Давидова и отделились от него, и поныне живут обособленно. Услышав, что и Раваам возвратился, израильтяне послали за ним, призвали в собрание и поставили царем над всем Израилем. И лишь одна Иудея по-прежнему была в повиновении у рода Давидова. Когда Раваам прибыл в Иерусалим, он собрал сто восемьдесят тысяч отборных воинов из рода Иуды и Вениамина, чтобы воевать с Израилем и возвратить Равааму, сыну Соломона, утерянное царство. Но было слово Господне Шамайе, человеку Божьему. Скажи Равааму, сыну Соломонову, царю Иудеи, и всем израильтянам из рода Иуды и Вениамина. Так говорит Господь. Не идите войной на своих братьев-израильтян. «Возвращайтесь по домам, ибо все это произошло по моей воле». И вняли они Слову Господа, и разошлись, как велел Господь. И Иераваам отстроил Шихем на Ефремовом Нагорье и стал там жить. Потом он перешел в Пинуэль и отстроил его. И подумал Иераваам, «А ведь род Давидов может вернуть себе царство. Если этот народ будет ходить в Иерусалим, приносить жертвы в храме Господнем, то обратится сердцем к своему владыке Равааму, царю Иудейскому. Тогда они убьют меня и вернутся к Равааму, царю Иудейскому». Посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал людям, «Довольно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из Египта». Одного он поставил в Бетеле, а другого в Дане. Так что к одному из них люди ходили даже в Дан. Все это привело к греху. Он построил капище на холмах и ставил священниками не потомков Левия, а кого угодно из всего народа. Иераваам учредил праздник в пятнадцатый день восьмого месяца, подобный празднику, что был в Иудее. Он сам приносил на жертвенники в Бетеле жертвы золотым тельцам, которых сделал, и поставил в Бетеле священников из учрежденных им капищ на холмах. И вот в пятнадцатый день восьмого месяца этот срок он выбрал своей волей для праздника израильтян, он взошел к жертвеннику, который сам и воздвиг в Бетеле, чтобы совершить воскурение. Псалтырь. Псалом сто пятидесятый. Аллилуйя! Славьте Бога в Освятилище Его! Славьте Его на своде небесном, где явлена сила Его! Славьте Бога за дела Его великие! За величие Его! Все превосходящее славьте! Славьте Его со звуком рогов, играя на арфах и лирах, славьте Его! Славьте Его с темпаном и в хороводе, на струнах и флейтах славьте Его! Славьте Его, играя на звучных кимвалах! Славьте Его на кимвалах звенящих! Все дышащее Господа дославит! Аллилуйя! Второе послание апостола Павла христианам в Коринфе. Глава вторая. Так что я решил не приходить к вам снова с огорчением. Ведь если я огорчаю вас, кто обрадует меня, кроме вас, мной огорченных? Об этом я и написал вам. Я не хотел быть огорченным теми, кому следовало бы, приди я, радовать меня. А я настолько уверен во всех вас, что знаю, радость моя — это наша общая радость. Писал же я вам от великого страдания и тревоги сердца, и пролил много слез. Не с тем писал, чтобы огорчить вас, но чтобы узнали вы, как сильно я люблю вас. Если же кто огорчил, то не меня одного огорчил он, но сколько-то, чтобы не преувеличить, всех вас. А для него довольно того неодобрения, которое большинство из вас уже выразило ему. Так что теперь вам следует сделать обратное. вы должны простить и утешить его, чтобы не ввергло его в отчаяние непомерная печаль. Вот почему я прошу вас, уверьте его снова в вашей любви к нему. Я уже писал вам об этом, чтобы испытать вас и узнать, в самом ли деле вы послушны во всем. «А кого вы прощаете, того и я прощаю. Ведь и я, что простил, если было мне, что прощать, ради вас, то простил пред Христом, чтобы не взял над нами верх сатана. Козни его нам известны. Когда же пришел я в Троаду с благой вестью Христа, Господь открыл передо мной прекрасные возможности. Однако на душе у меня было неспокойно. Не нашел я там брата нашего Тита. Так что, попрощавшись с ними, отправился в Македонию. Но будем благодарны Богу, Который делает возможным для нас во Христе постоянное участие наше в Его триумфальном шествии и через нас распространяет благоухание опознания о себе, где бы мы ни были. Ведь мы для Бога воистину Христово благоухание, распространяемое и среди спасаемых, и среди погибающих. Для одних мы запах смерти и к смерти. Для других жизни запах и к жизни. Кто же на это способен? В отличие от многих, мы Слово Божие никакой подделкой не искажаем. Нет, мы искренне от Бога и перед Богом говорим как слуги Христовы. Христовы. Христовы.